вот как то что поднимались а это рестнице то не было и снова тут непонятный уклон вот зачем он сделал не ясно да красиво этот угол не 90 градусов и тут проем не 90 градусов понятно что для обстрела конечно же чтобы знать кто чем стрелял это тоже для обстрела или это просто щелевые щелевые антенны для силового поля потому что энергия что внутри она выходила и должна была растекаться вдоль стен аквадукт 5 что за аквадукт а вот странный аквадукт вода течет внизу а аквадукт как тут написано почему-то внизу ничего так для воды нет абсолютно странный аквадукт от которого никаких ответвлений никуда только в крепость при осаде наверное вот бы вставлял а враги такие тупые что не могли воду это разрезать пресечь доставку естественно откуда вот это шла если ущелье вот вот она и вся вода вот туда упиралась в том-то и дело все сильно сомневаюсь что где-то вообще была вода на плотину это не похоже но это проще собирать здесь внутри крепостью резервуар какой-нибудь для дождевой если будет дождь да маленький гранаты есть уже ну ладно нас не гранаты интересуют вот обязательно из цельнометаллического камня что-то внутри непонятные конструкции абсолютно непонятно куда тут идти вообще не ясно но вот это все не явно не для людей вот этого достаточно для доставки энергии и вибрации внутри пустотелые конструкции а вот здесь вот мы видим следы заливки опалубки явные следы опалубки вот они вот камень а вот пошла опалубка вот камень он тоже залитый камень слишком он ровный вот вот это камень это видно что заливка вот эта заливка она по материалу похожа очень на камень раствор и вот здесь вот опалубка она может быть даже на граните такая корявая здесь была опалубка вот она видна вот эта опалубка все особенно вот видно хорошо вот доски доски опалубка вот она заканчивается опалубка эти сопли висит раствор рискнем или нахер ну может покопаться чё вот тоже следы заливки как современный бетон просто камешки вот они вот они камешки ровные но от чего-то старого более современного типа гранит это явно старая и вот это похоже на кремний очень большой кусок мяса какого-то какой-то желатинки старый ну вот непонятно зачем окон сделали опять же окошки вот эта заливка ничем иным это объяснить невозможно ну черногорский флаг как же без него пойдем вниз ну вот это сделано специально чтобы наверное стрелы отскакивали от такого угла конечно же они будут прямо отскакивать и вот от такого вот что вот эту хрень могло скинуть сюда вот это наверное уголок чтоб потомки просто мучились думаю на хрена это сделано на хрена вот эти вот камешки выступающими сделали креугольные камешки зачем это окошко заделали вот этот окошко роскошную просто роскошная потому что она не камнями сделаны не арки вот тоже самое абсолютно вот это вот явно не тесали не зубилами вот это явно заливка вот оно и окошки все заделаны а зачем надо спросить Мону Мона посмотри не давкай подойди сюда и посмотри покорми собакой ничего не трогай окошечки были и заделаны кто их заделал не должно идти ну да зачем то перекрыли энергию это не окошечки это как бы резонаторы а потом заглушили все то есть это ааа понял когда пытались этот комплекс в резонанс ввести код энергии вот ну вот это вот камешек и вот хрень внутри прямо это вот заливка явно сейчас попробую показать ужас какой ну это современная вот вот это заливка явно заливка тут тоже такие же хрени за чем то вот их функцию вообще не могу понять вряд ли что то делали просто так ну так строили вообще смешно и вот вот она заливка и вот железка вот железка она изнутри идет вот этой вот вот это полностью как бетон монолит и вот железка внутри внутри камня значит заливка еще одно доказательство заливки таких камней вот он их много то есть группы и предки знали технологию литья чего-то из бетона намного круче чем нашу даже не из бетона а из бронзы ой монолита какого-то базальта не бронза а базальта оговорился вот еще заливка и вот это все вот это уже было разрушено пытались восстановить вот оно сползло как бы какой-то удар отбросило вот смотри роскошно как все видно был взрыв взрыв взрывной волной сломало вот этот кусок и поставило сюда его пытались там закрепить восстановить но не получилось вот что за землетрясение вот этот кусок могло вот так вот поставить на место мягко говоря вот там меньше здесь больше то есть удар вот сюда пришел в бок значит взрыв вот где-то здесь был вот наверху вот тут вот где-то взрыв вот это снесло сомневаюсь что это было какое-то землетрясение которое снесло в верхушке вот тут как срезало и сюда и здесь раскол и здесь закрыли окошки но это не окошки это резонаторы точнее волноводы и по ним гуляла энергия и потом уже закрывали чтобы вибрации точность длина волны была очень высокой точности нужна высокая точность для волновода размеры проще говоря то размеры оконтуривали вот вот такими вот литыми монолитными конструкциями а не камнями вот все здание вот из камней стена окошечки окошечки даже если из камней сделать они прекрасно будут стоять но нужна точность поэтому вот такие штуки подстроечные делали из кристаллов не просто из камней да весело что-то было с этой стеной интересного хотел бы узнать зачем так строили что скажет официальная история ну вот на хрена так строить если вот окошко заделывать и зачем окошки вот в такой ну тут полтора метра точно будет примерно ой юкорный бабай как бы не навернуться то мягко говоря ага замыровали вот зачем этот поворот нужен зачем это окошечко если его заделывать придется замыровали и вот эта штучка вот кристаллы это кремень зачем-то тут вот это вот литое вот оно изгибы вот они изгибы вот это только литье а все замыровали помогите замыровали ладно договорились так а тут что-то раскапывали вот это тоже заливка вот они швы швы а заливка получается тут где-то пять на ну на два с половиной точно и вот тут вот это все залито то есть нужна была емкость какая-то вот эта заливка вот она а в ней вот они камни вмурованы вмурованы камни но это все заливка чем-то еще воняет даже понятно и уровень пола был еще отсюда что-то выкопали вот она заливка вот она то что не показывают туристам вот эти камни вот это было чем-то вот тут полусферы четкая вот заливка вот это заливка вот она швы вот она швы заливка здесь было высокотехнологичных о вот это вот несовпадение долбили бурили хрен его знает вот заливка вот она полукруг не знаю как камера вот это все было частью как чего-то интересно и вот как будто бы вот какая-то платформа на которой держится как вот метрономы ходят а вот тут как будто источники излучения вибрации а вот четко видна заливка наверху вот она опалубка вот вот линии опалубки то есть здесь наверху была опалубка вот это все сделали опалубку и вот эти камни были опалубкой вот они вот вот а вот наверху опалубка смотри тут опалубка была наверху четко видно то есть это все не камнями складывали а заливали а камни были внутри закидывали как бы ну я понимаю что тебе кофе смотри на потолок смотри на потолок пошел залезть значит залезть я реку нашла сейчас пойдем искупаемся пижак ну вот здесь зачем-то выкапывали вот что-то здесь вот у входа и тут и там стояло выкапывали чтобы нам не показать странно изучаем дальше а вот это наверно подиум для каких-то средневековых музыкантов если верить официальной истории да не знаю кому концерты давали но видимо кому-то давали я очень хотел посмотреть что там внизу идет какой-то бункер и тут в центре вон люк ну вот это вот нахрена загадка века просто загадка века зачем здесь этот угол зачем здесь вот это вот ну вот эта вот стена конечно же тоже прелюбопытнейшая и вон там вот угол зачем ну это понятно полусфера уголок излучение идет сюда как раз здесь она вот так вот закручивается и как раз идет вот на центр вот этой штуки а вот тут видимо было заземление вот тут было какое-то оборудование стояло у меня другой версии нету и здесь был источник именно генератор по ощущениям так и есть здесь какая-то там комок скрепленного пространства изучаем дальше дальше